приветствую всех с вами я татьяна кощеева и сегодня будет длинное и не совсем обычное видео вы знаете сейчас на ю тубе проходит эстафета цветочных блогеров которые запустила анна перматова очень хорошее начинание я столько нового узнала новых блогеров интересных необычных и полезных и кроме того еще много красивых садов или полочек с красивыми цветами увидела взяла на заметку буду потом подробненько рассматривать каждый понравившийся мне канал меня на эстафету не пригласили пока что но это не страшно я девушка не сильно скромная я и сама могу выступить с предложением себя а сейчас я хочу поговорить о том что я почерпнула из этой эстафеты ну во-первых мне несколько каналов новых я увидела а из тех которые я уже и раньше смотрела я узнал этих блогеров лично присмотрелась подробнее и они меня можно сказать вдохновили на дальнейшие действиям ну во первых хочу рассказать о канале пеларгонии и ко людмила очень много видео опубликовала там по моему уже за 500 рука около 600 видео у нее было раньше так посматривала но не зацеплялась как-то взглядом а тут пригляделась после того как послышала ее видео от эстафеты присмотрелась в другим видео и вот что я почерпнула у нее очень интересная подача подача пеларгонии часто особенно новинок сортов вы часто же видите в интернете расхваливают какие-то новые сорта там дорогущие показывают кучу фото на фото одно и то же соцветие с 20 сторон у людмила же в живую показывается на видео цветение каждого сорта каждой новинки ну или не только новинки эти которые уже у нее несколько лет живут но именно в полном роспуске со всеми их достоинствами и недостатками очень хорошо видно сорт его особенности и очень полезную информацию дает не скрывая недостатки сорта я вот например до сих пор не хотела заводить много занартиков и занартиковых гибридов именно из-за длинных цветоносов ну и из-за того что конечно они требуют некоторые особые условия для содержания по сравнению с простыми занавочками но присмотрелась к людмиле прислушалась и вот что я вынесла из ее рекомендации из ее видео я решила все-таки завести эти гибриды и сорта потому что во первых у меня есть условия для того чтобы они росли летом на улице у нас есть навесы на несколько штук на свежем воздухе они показывают себя именно в полную силу в полном роспуске и больше карно выглядеть так ну это мы сейчас с вами пойдем потихонечку вдоль полочек вы посмотрите как зимуют мои пеларгонии так вот я решилась завести эти сорта но не супер какие-то новинки дорогущие а те которые уже несколько лет испытаны многими коллекционерами ну цена конечно у них уже упала это тоже плюс для меня но я же не такая уж богачка чтобы за 30 тысяч покупать черенок пеларгоне и не гонюсь за невинками а сейчас глядя на ее обзоры я уже могу представить как этот сорт будет себя чувствовать уме в моих условиях у нас похоже хотя она в европейской части россии находится а я на урале живу у нас похолоднее конечно и денег не такой как там но все-таки летом на улице у нас бывает и прохлада и жара так же как и у нее в ее области по моему нету пензенской не туре ган и рязанская но не помню точно не важно но все равно в центре россии она живет так вот я решилась и уже прикупила несколько таких сортов то есть это за нафтики скорее всего полу за нафтики то есть гибриды за нафтиков и зональных пеларгоне они немного отличаются от чистокровных за нафтиков проще выходим я конечно буду отбирать те сорта которые мне интересны то есть чем короче цветоносы тем крепче они и устойчивее стоят вертикально допустим они раскидываются на стороны тем интереснее мне будет ну или не наверное для селекции дочка моя ирина занимается селекцией но об этом позже ей тоже наверное пригодятся такие сорта за нафтиковых гибридов спрос на них конечно есть но это не для всех не для всех любителей пеларгоне в квартирах конечно их содержать мало того что условия создать сложно они еще и место очень много занимают потому что некоторые же раскидываются на полметра и чуть ли не до метра потому что у них цветоносы очень длинные их много и шикарного цветения конечно в квартирных условиях ну не знаю по моему не добиться по крайней мере не пыталась потому что мне это не надо есть они у меня на улице и цветут им и там нравится так вот я решила все-таки обновить коллекцию и добавить вот эти сорта и тут же у людмилы я почерпнула такую мысль что у меня слишком большая коллекция и я не просто не успеваю за всеми достаточно хорошо ухаживать за всеми сортами за всеми своими пеларгониями через наши руки прошло около 800 сортов пеларгоний сейчас у меня 200 с чем-то 230 по моему каталоге сортов ну они же отсеиваются что-то мне не нравится что-то надоедает так то что-то еще не устраивало капризу я вообще быстро очень вывожу из коллекции и люблю я возиться с капризными сколько бы красоты в них не было вот так вот с принцем густовым распрощалась хотя я его пять лет держала люблю тут люблю красивый он на каждую зиму он мне устраивал нервотрепку и сказал ну прощай друг сердечный будем что-нибудь такое попроще разводить так что вот я решила коллекцию сократить сократить коллекцию пеларгоний где-нибудь до 200 сортов чтобы было легче ну да для меня это не так много чтобы было легче ухаживать но коллекция будет нестабильная она будет каждый год пополняться чем-то и какие-то сорта будут уходить тут меня коллега подружка по пеларгония предложила то не убери все сорта старые человек разводить то они уже старые а нет милые мои старые проверенные временем они всегда нужны вот человек новенький ему проще всего начать со старого проверенного сорта неприхотливого цветливого компактного тем более если это у этого человека только квартирные условия и нет возможности летом держать на улице то старые сорта очень даже подойдут тем более у меня остаются в основном только вот такие маленькие вот это у нас были стеллари от этого за на очки дать это я все стеллари стеллари показывая на алкета тоже у нас есть я люблю компактные цветливые сорта и неприхотливые выходе так что старые сорта у меня конечно будут всегда в коллекции ну и плюс еще наша селекция ирина же работает она чё-то все скрещивает скрещивает все время новинки появляются у нее но наша фишка как раз не за нартиковые гибриды с огромными махровыми шапками а вот такие вот компактные цветливые аналочки еще она любит формузумы и стеллари у нас вроде неплохо получается по крайней мере морковкин блюд многим известен и даже вот у этой людмилы из сайта пеларгонии к несколько наших сортов я увидела в полном цвету и очень даже красиво шикарно выращены так вот эти мысли я почерпнулась канала людмилы и второй канал который мне надо будет еще третье что она вот эти обзоры показывает я понимаю что я на своем канале очень мало делаю обзоров ну просто катастрофически мало потому что ну извините меня летом не успеваю надо как-то все-таки настроиться я знаю что эти обзоры нужны важны и интересны поэтому я беру себя в руки и даю вам честное пионерское буду делать обзоры пеларгоний летом зимой 8 минутам весной полного цветения я не увижу и вам показать не смогу на этом обещаю так вот значит с людьми с сайтом с каналом вернее людмила я вам рассказала теперь про второй канал который мне очень понравился это мастерская фиалки татьяна ким она где-то живет на южном регионе нашей россии и занимается сами понимаете фиалками потом не глаксини сейчас еще пеларгонии добавились и что мне понравилось на этом сайте татьяна абсолютно бескорыстно очень и очень полно подробно и много рассказывает об агротехники выращивания я смотрел глаксини фиалками потому что не занимаюсь до пеларгонии я еще не дошла потому что она вроде бы недавно ими занялась так вот настолько она подробно рассказывает все это извините меня еще после этого люди задают вопросы почему у меня не получается так возьмите просмотрите все вот эти несколько десятков ее видео я понимаю это долго ну или это тоже время на то чтобы от вам ответить я с удовольствием просмотрела эти видео столько почерпнула полезного как укоренять когда отделять какими способами размножать какие бронты как и горшки какое освещение какой полив по времени все это очень полно интересно я понимаю что на моем канале такой подробной полезной информации тоже мало знаете все еще вся беда я же с растениями господи со скольки я не знаю очень с детства и все это настолько для меня элементарно и я не знаю чем рассказывать то что значит как поливать ну как вот так смотришь и поливаешь оказывается не все нанимаются растениями с детства или не все это как говорится с молоком матери впитали да надо рассказывать как поливать внизу сверху сколько когда какой грунт для того чтобы полив был эффективен в общем такие элементарные вещи которые мне кажутся абсолютно элементарными не недостойными освещения так сказать в интернете надо показывать тоже так что все я пересмотрю свое мнение спасибо татьяне ким то что она меня направила вот этот так сказать путь вот то что я вынесла из просмотра эстафетных роликов а сейчас значит поговорим о нас так я обещала пару слов сказать о своей старшей дочери ирина агроном по образованию и те кто увлекается пеларгониями наверняка знают ее сорта сорта с приставкой ирида по крайней мере ирида за роскошь ирида мамины розы это точно все знают а а так у нас сортов уже около 50 которые она создала и каждый год что-то сеет что-то получается интересное но и я уже повторяюсь ее фишка это не то что там какие-то гипермахровые огромные шапище а компактные неприхотливые и очень очень цветливые пеларгония простые зональные или стеллары или формозумы нравится нам такие вот форматы пеларгонии а это цветут наши яблони в цвету даже зимой а летом кустик весь будет усыпан вот такими нежными белая с легкой розовинкой цветами и так про пеларгонии я уже рассказала наша коллекция это первая наша коллекция самая большая и самая любимая как я буду с ней поступать я вам только что рассказала теперь про вторую коллекцию которая у нас появилась это колиусы здесь они стоят на зимних на зимнем своем месте на полочках с подсветкой и вот так это выглядит у меня сейчас где-то сто 13 112 сортов но я решила также как и с пеларгониями сделать коллекцию сократить хотя бы до 100 и каждый год обновлять часть сортов что-то прикупать что-то уже разнравившиеся или похожие сорта их сейчас очень много будут убирать из коллекции что-то ира выведет как всегда сеет она бесконечно все что цветет и пеларгонии колиусы и что-то у нас еще появится тоже будет сеять кстати недавно споры папоротников посеяла так вот с колиусами я вам объяснила коллекция будет постоянно меняться но будет небольшом количестве это 100 сортов да для меня 100 сортов это считается небольшая коллекция а вот ароидные я бы не сказала что мне коллекция у меня довольно таки много разных но я их специально не размножаю размножаются только они когда перерастут свой горшок приходится или пересаживать или делить или обрезать тогда появляются излишки а так я держу их чисто для интерьера но нравится мне по моему ароидные это самые удачные растения для интерьера квартиры ну и зимнего сада на само собой поэтому коллекции я не назову то что у меня есть из ароидных это просто любимые растения вот такие они у меня красавчики обожаю что-то может быть буду прикупать со временем когда зимний сад обустрою а пока терплю смотрю на чужие на выставках или в интернете начала рассказывать о наших коллекциях и подумала у меня их столько много что часа не хватит рассказывать я же делаю обзоры по каждой из них так что не буду повторяться и так просто сделаю такое резюме по тому чем мы занимаемся есть у меня коллекции коммерческие а есть просто для себя для любования коммерческие это те растения которые я не просто люблю ну и умею размножать размножать на продажу а те что для себя они чисто для интерьера для любования вот как эти вот при приемном и например я их размножаю только если они перерастают из горшка пришлось его обрезать этого красавчика требе нужд такой длинный стала всю этажерку обвел своим плетями так что на строгала столько черенков внутри выставки хватит тут вот все бублю по моему тоже решил разрастись на несколько метров активный очень товарищ это маншайн я так ни одного черенка за два года и не срезала только только пошел в рост платинум платинум у нас молодец и для себя начала разводить вот солнышко нет поэтому не видно его металлического отлива ну красавчик так что я его переставила сюда в компанию к серебристым своим эпипремным дактусом и верхняя картинка поменялась тут у меня был филозендрон лимон лайм и хлорофитом бони а теперь хлорофитом ужин и вот эта монстерка хлорофитом у меня обновляется этот по моему тоже скоро придется обновлять стоял в темном углу начал себя хуже чувствовать не знаю если не отойдет здесь на солнышке тогда поменяю обновлю тем более есть чем так вот а коммерческих и других коллекциях я буду рассказывать в одном виде этих о других коллекциях я буду рассказывать в отдельных видео а сейчас просто резюмировала канал я давно завела и подписчиков у меня в принципе тоже немало сначала просто нужно было выговориться показать свои растения люблю похвастаться как каждый нормальный цветовод согласитесь да ведь растут они у меня красавчики и надо обязательно показать потом когда стала продавать растения я уже использовала youtube как точку касания с покупателями то есть зарабатывала авторитет и репутацию показывая же в живую свои растения вот именно видео она дает больше информации чем фотографии фотографии если что можно и откорректировать а показывая одно соцветие пеларгония и скрывая какой у нее кустик ну это легкий так сказать обман покупателя да я не скрываю что я продаю растения выращиваю большую часть на продажу ничего плохого в этом не вижу и вообще бизнес на растениях тема бизнеса на растения это моя любимая тема говорить я могу тут бесконечно даже больше чем о самих растениях потому что профессия моя экономист и профессия это любимая несколько лет я работала консультантом фермерской ассоциации и знакома с мелкими сельскохозяйственными предприятиями поэтому выращивание цветов на продажу считаю тоже тема интересной для разговора и на ютубе тоже ну и в соц сетях своих я тоже такие разговоры вела и они имели отклик если эта тема будет кому-то интересно пишите в комментариях поговорим в следующий раз только не сейчас и так я еще хочу вернуться к эстафете цветочных блогеров и как она мне вернее и что она мне дала еще один канал который я постоянно смотрю это марина и цветочные друзья марина живет в краснодарском крае и очень много репортажей я смотрела ее с выставок с выставок цветочных по всему краснодарскому краю они постоянно у них проходят почти без перерыва и мы с дочками тоже организаторы выставок у себя в екатеринбурге это одна из наших так сказать веточек нашей деятельности выставками мы занимаемся где-то с пятнадцатого года с разным объемом эти выставки были с разного качества сейчас это такие небольшие клубные мы называем выставки коллекционеров у нас друзей где-то человек 20 набирается то больше то меньше все мы давно уже друг друга знаем и постоянно встречаемся на выставках у нас даже группа есть отдельная в контакте называется галерея выставок и рида сад приглашаем если что она ссылка на нее есть в описании к этому видео для каждому моему видео вот так вот я живу в деревне видите соседи а этот мои летние теплички вот все они и навесы и тепличка заполнены цветами а те что овощные их отсюда не видать они вон там в уголке рядом соседским домом так и отвлеклась так вот канал марина и цветочные друзья меня сподвигнула на снятие репортажа с наших выставок к сожалению не так часто и объемные не получается как у марины потому что меня никому подменить марины то муж подменяет на выставке пока она снимает он продается растения а у меня частенько приходится продавать потому что дочки заняты другими делами на выставках у нас есть там лотерея одна . занимается лотереи 2 младшая ведет прием у себя в пункте выдачи интернет-магазина она продает товары для садоводов цветоводов кстати этот ее бизнес вирус как раз из потребностей нашего питомника сначала она нам помогала что-нибудь приобретать там грунты тару горшочки удобрения и прочее препараты даже за растениями вместе ездили а потом она организовала свой интернет-магазин потому что спрос на эти товары есть и он не заканчивается вначале мы занимались пеларгониями я вам уже рассказывала и вот когда у меня появлялись появились новые коллекции вопросы пошли от моих подписчиков неужели вы предали пеларгонии они вам разодравились нет пеларгонии как были так и остались наши любимые культуры мы их любим и умеем выращивать но однобразие иногда угнетает и хочется чего-нибудь новенького ну сами понимаете это свойственно человеку искать какие-то новые приключения новые впечатления поэтому у нас появляются новые коллекции одни появляются другие уходят ничего в мире нет постоянного кроме наших пеларгоний так что вы не удивляйтесь если через год или через два увидите у меня на сайте новые растения а какие-то которым вы уже привыкли вдруг пропадут но интерес пропал мы перестали их выращивать ничего странного ничего необычного в этом нет ничего плохого мы прощаемся с растениями не потому что они плохие какие-то а просто хочется чего-нибудь новенького вот такие вот у нас интересы не постоянные если вы любите цветы то вы у нас поймете трудно остановиться на чем-то одном когда мир вокруг так прекрасен так изумителен а